Добрый вечер! Эфир телеканала ЛОД продолжает по день. Мы подводим информационные итоги четверга. Чем запомнился этот день? Сегодня в выпуске. Луганщина поддерживает евроинтеграцию. Сегодня, в день Европы, возле здания обладминистрации подняли два флага – Украины и ЕС. Тяжелая техника брошена на разминирование бывшего склада ракетно-артиллерийского вооружения. Флэш-мобом и велопробегом. Так, в Северодонецке сегодня отметили День Европы. Торжественная часть мероприятия состоялась под открытым небом на Площади Победы. Здесь собрались около сотни людей. В основном это были студенты вуза и работники обладминистрации. Глава Луганщины Юрий Горбус возле здания областной администрации поднял два флага – Европейского Союза и Украины. А студенты Восточно-национального украинского университета имени Владимира Даля организовали танцевальный флэш-моб. После чего северодонецкие велосипедисты проехали улицами города. Так, участники праздника засвидетельствовали свою европейскую позицию и одобрение интеграции Украины в Европу. ПЕСНЯ Для меня это очень важно, я считаю, потому что этот день позволяет мне осознать, что мы сделали для того, чтобы приблизиться к Европе. Действительно, что мы сделали, а не другие. Потому что я считаю, украинцы должны строить свою Европу для себя на своей земле. Нашим студентам очень близко до сердца и души ценностей Европы, поэтому мы сами проявляем инициативу и долучаемся к подобных заходов. День может не как праздник, а просто как лишний повод показать, что у нас ценности, ну, день об идентичности ценностей. То есть, о том, что мы стремимся к одному и там уже, ну, к мирной Европе, в которой все будет хорошо. А в Сватовой пиротехнике продолжают разминирование территории бывшего склада ракетно-артиллерийского вооружения. Если в прошлом году они работали вручную только с помощью металлоискателей «Лопат», то теперь у них на вооружении тяжелая техника. Благодаря ей и боеприпасов удается находить в два раза больше. Как проходит разминирование опасной территории в репортаже наших корреспондентов. В октябре 2015 года на складах ракетно-артиллерийского вооружения сдетонировали 3,5 тысячи тонн снарядов. Они разлетались на расстояние в несколько километров. Но большинство осталось на этом месте. Пиротехники говорят, здесь металлоискатель реагирует на каждом шагу. С помощью экскаваторов они снимают двухметровый слой почвы. Большинство боеприпасов находятся именно на глубине. За день работы – до 100 единиц взрывоопасных предметов. Выявляем боеприпасы, стрелецкое зброи, артиллерийских снарядов, реактивные снаряды, гранаты ручные. Благодаря технице мы выявляем то, что находится в земле, то, что осталось после выбуха. В основном все боеприпасы остались под землей – в брусцерах, в воронках. Все находки хранят в специальном месте. Оно под охраной от местных охотников за металлоломом. Пиротехники говорят, встречаются и очень опасные находки. Среди боеприпасов до сих пор обнаруживают боевые снаряды. Осколочный элемент системы урагана, такие они более опасные. И воги до пастольных гранатометов, воги к станковому гранатомету ГС-17. Это такие боеприпасы, что они самые наиболее опасные. Потому что они идут полностью в порядке. И когда они взрывались и разлетались, не могли встать на боевые взводы. И вот раздается сигнал об обнаружении очередного снаряда. Из-под бетонных плит его отрыл эскаватор. Две единицы специальной техники прибыли в Сватово вместе с группой пиротехников. Работы по разминированию бывших складов в Сватово продолжили всего несколько дней назад. А успехи уже есть. Один пиротехнический разрешен в складе шести оси и двух одиниц техники. Также инженерный подраздел – три одиницы техники. На данный момент выявлено и выявлено 418 выбухонебезпечных предметов. Когда работы по разминированию территории бывшего арсенала в Сватово закончатся, пиротехники не прогнозируют. Юлия Щербак, Падеи. Коммунальщики Рубежного начали демонтаж самовольно установленных металлических гаражей. Один из таких, сообщает на официальном сайте Рубежанского горсовета, размещался прямо на сети теплоснабжения. Специальная комиссия в присутствии полицейских и местных депутатов данный гараж демонтировала. Его отправили на штрафплощадку. На этом обещают не останавливаться, а населению советуют на земельные участки под гаражами оформить надлежащие документы. Или же самостоятельно демонтировать свои незаконно установленные металлические помещения. Луганская область занимает шестое место в Украине по предоставлению реабилитационного лечения. За год количество бесплатных путевок, выданных застрахованным лицам после операции лечения в стационаре, увеличилось в два раза. В 2017-м в областном отделении Фонда социального страхования таких путевок запланировано 1300. На сегодня почти половина их уже выдано. Напомним, на время путевки дается оплачиваемый больничный лист. Порядок получения реабилитационных путевок остался прежним. Их можно получить в местных больницах. У нас появилась дополнительная больница, которая заключила договор на получение путевок. Это Счастинская городская больница. В третьем квартале у нас появляется новый санаторий. Скадовск. Это одна из альтернатив реабилитации взрослого с ребенком на берегу моря. В Фонде социального страхования по временной потере трудоспособности также утвердили новый порядок получения помощи некоторым категориям граждан. Это люди, которые в 2014 году переехали на подконтрольную территорию, но числились на предприятиях, зарегистрированных на оккупированной. К ним относятся работники Лео Донецкой, Железной дороги, Укрпочты, Укртелекома и некоторых банков. Из-за сложившейся ситуации эти сотрудники не получили вовремя оплату больничных, помощь по беременности и родам, помощь по уходу за детьми. В Фонде соцстраха рассказывают, это вскоре исправят. Что необходимо для того, чтобы получить это пособие? Необходимо документальное подтверждение, что человек находился действительно в трудовых отношениях с предприятием, которое осталось на той территории. Мы разработали памятку, чтобы было легче человеку обратиться. Удеи продолжаются и во второй части выпуска мы расскажем. Фотовзгляд на Херсон северодонецких фотографов. Мы сделаем прекрасные, замечательные фотографии вашего города, который видит вся Украина. Рубежане в футбольном поединке разгромили белокуракинскую команду. На так называемый день недореспублик чиновники-сепаратисты сгоняли людей традиционно принудительно. В непризнанной ЛНРе появился новый сезонный налог на хмель. Почему не ездят бандитские БТРы в Донецкой псевдореспублике к ремонту бандитской боевой техники привлекают заключенных? Подробно об этом в нашем традиционном обзоре. Пророссийским наемникам на временно оккупированной территории Донбасса понравилось пьянствовать первую половину мая, поэтому они решили продлить череду праздников. Сегодня, 11 мая, они устроили день недореспублик. Об этом пишет Луганский радар. Пропагандисты боевиков третий год не могут придумать новый формат проведения псевдопраздников и принуждения людей в них участвовать. Работают по старинке. Выдумали праздник, устроили парад, людей на него пригнали под угрозой увольнения. Так нашествие в оккупированный Донецк свозили жителей всех захваченных городов. Местные говорят, что этот парад должен быть масштабным. Если на 9 мая требовали по 5-10 человек от предприятия, то на день недореспублики везут всех, от начальника до уборщицы. Людей свозят в Донецк на целый день. Обещают вернуть домой только после 23.00. Все потому, что они должны будут изображать восторг и радость на камеры российскими ручным журналистам до окончания салюта. Отказаться от участия означает оказаться безработным на подвале. Так празднуют третью бандитскую годовщину создания террористических ненародных псевдореспублик. В непризнанной ЛНРе чиновники-сепаратисты придумали новый механизм выбивания денег с предпринимателей. Его еще можно назвать нефиксированный налог. То есть, если у тебя сезонный бизнес и в сезон прибыль увеличивается, то, следовательно, увеличивается и дань оккупантам. Дополнительные поборы чиновники-сепаратисты повесили на торговцев пивом, потому что летом ожидается сезонный рост продаж. Об этом пишет остров. Итак, новый сбор оккупанты якобы направят на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства. Правда, развивать то, чего нет, будет сложно. Этот дополнительный сбор на хмель самозваная власть еще называет республиканским сбором. То есть, он один из основных, который представляет главное достоинство Луганской псевдореспублики. На него ежемесячно предприниматели будут вынуждены отдавать свои кровно заработанные. В непризнанной ЛНРе сезонными теперь стали и поборы. Незаконный ДНР к ремонту бандитской боевой техники привлекает заключенных. Своих специалистов нет, об этом пишет информатор. Квалифицированные рабочие, в том числе и этой сферы, покинули захваченные пророссийскими боевиками города Донбасса. Для специалистов у самозванной власти не нашлось ни работы, ни зарплаты. Именно поэтому теперь ремонтировать боевую технику террористов некому. Взамен чиновники-сепаратисты нашли себе бесплатную рабочую силу. В оккупированной Горловке, Мичуринской исправительной колонии номер 57, боевики организовали базу ремонта поврежденной бронетехники. По информации координатора группы информационное сопротивление Дмитрия Тымчука, к ремонту военной техники руководство колонии принудительно привлекает осужденных. После подобного неквалифицированного ремонта, техника часто оказывается в худшем состоянии, чем до работ. Зато бесплатно. На чемоданах здание Северодонецкого автовокзала украсил новый Мурал от Яна Птушко. Автор назвал свою красочную работу «туризм». Изображенные чемоданы и дорожные сумки, говорит художник, это символ путешествия. Рядом флаги и достопримечательности различных стран, которые пользуются наибольшим спросом среди туристов. По мнению муралиста, чаще путешествуют во Францию, Великобританию, Швецию и Швейцарию. Есть здесь и флаг Украины. На создание картины ушло почти неделя времени, 100 баллончиков краски и 10 литров эмульсия. Здесь на работе изображены чемоданы, и каждый чемодан, можно сказать, отвечает за свое направление. В жизни я рисовал, рисовал сам, помогала девушка мне частично, но так работал сам с утра до вечера. Вдохновился я, наверное, жаждой к путешествиям, как и у всех, мне кажется, присутствует такое желание. Ну, идея именно на автовокзале порисовать, она очень давно появилась, может, лет пять даже назад. Но вот только в этом году, слава богу, все получилось реализовать, благодаря Провановскому гранту. И это не последняя работа художника. По секрету журналистам Лота Ян Тушко рассказал, уже в июне он примется за свой четвертый муро. А вот что будет рисовать и где, уличный художник пока утаил. Фотопрактика по всей Украине продолжается. В эти три дня северодонецкие фотографы сфокусируют свои объективы на красотах Херсона и эмоциях его жителей. Организаторы проекта рассказывают, темой фотопоездки выбрали портретные съемки. Юные фотолюбители обойдут историческую часть южного города и прокатятся на теплоходе по реке Днепр. Подробности в материале наших херсонских коллег. 17 подростков с фотоаппаратами в руках ездят городами Украины в поисках интересных снимков и новых впечатлений. Пятый город, куда приехали юные северодончане, участники проекта фотопрактика по всей Украине – Херсон. Ваш город, мы заехали, он нам уже понравился. Я думаю, что за три дня мы сделаем прекрасные, замечательные фотографии вашего города, который видит вся Украина. Мы запускаем сайт, он будет всеукраинский. С достопримечательностями Херсона северодонецкие фотографы познакомятся во время экскурсий по исторической части города и прогулки на теплоходе по Днепру. Расходы на дорогу, проживание и питание – все оплатил Херсонский горсовет. Мы с удовольствием запросили этих детей, особенно, когда мы чувствуем, что это северодонец, самые те дети, которые сегодня больше всего потерпают от ужасов той войны, которая происходит на сходе Украины. Мне очень приятно витать этих страшных украинцев и украинок, которые приехали сегодня в этих украинских колерах. Просто очень хороший настроек. Проекту фотопрактика по всей Украине уже год. За это время фотолюбители успели побывать во Львове, Полтаве, Днепре и Мирнограде. В каждом городе новые задания. Например, в Полтаве была тема композиции, тема Днепропетровска – это была ночная фотосъемка. Тема Херсон у нас – портрет. Мы у вас будем эмоции ловить. Чтобы получать профессию фотографа, еще такого не было, чтобы дети имели возможность путешествовать по всей Украине. Вы сами понимаете, теория в своем городе, а практика в городах Украины. Они очень много видят, много понимают. Вот они утром просыпаются, даже вот сейчас можете на них посмотреть. Они с утра до ночи только делают. Клац, 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 клац. Участница проекта Александра Ганускова во время экскурсии по другим городам успела отснять сотни фотографий. Говорит, что знания, которые получила благодаря фотопроекту, помогут ей поступить на факультет журналистики. Очень интересно, очень познавательно. В то же время мы познаем историю города изнутри, но в то же время мы и изучаем культуру. То есть каждый город, он особен по-своему. По возвращении домой северодонецкие фотографы устроят выставку снимков, сделанных в Херсоне, Львове и Полтаве. А летом планируют побывать в Киеве и Одессе. Анастасия Юрченко, Максим Пруткун, телеканал Херсон Плюс. Специально для Пудий. И к новостям спорта. 9-0. С таким разгромным счетом закончился очередной этап летнего областного чемпионата по футболу. Белокуракенские футболисты на своем поле играли с рубежанами. Хозяева не смогли противостоять сильному сопернику и пропустили в свои ворота 9 голов. Таким образом, Бизон Тех из Белокуракена покидает этот турнир, а рубежанский футбольный клуб «Заря» продолжит борьбу в полуфинале. Рубежанские футболисты разгромили хозяев поля футбольную команду Белокуракена уже в первом тайме. В ворота соперников они забили 4 гола. Болельщики спортивного клуба «Заря» в течение всей игры активно поддерживали своих фаворитов. «Рубежане, мы все сильнее!» «Мы продолжим так же, тоже в духе, и мы же забьем парочку голов. Болельщики радовались, что мы играем так хорошо». Рубежане атаковали ворота соперников, и во втором тайме хозяевам поля пришлось доставать мяч из своих ворот еще пять раз. Болельщики Белокуракенской команды признали – уровень подготовки гостей на порядок выше. «Подобается в команде Рубежного техника гри, вы видите, поддерживается темпы гри, очень высокий уровень, высокий уровень команду можно отнести минимум первой Лигой Украины». «Результат, как говорится, на табло, ну, учитывая то, что соперник на голову, то и две сильнее нашей команды. Поэтому это для нас будет уроком». Таким образом, «Бизонтех» выбыл из областного летнего чемпионата, а «Рубежанская заря» теперь сразится в полуфинале с футболистами из Наобского. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, Будея. На сегодня это все. Какие новости нам готовит погода? Далее в прогнозе синоптиков. В пятницу 12 мая в Луганской области будет облачно с прояснениями. Днем дождь, ночью и утром на поверхности почвы заморозки до минус двух. Ветер западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 0 до плюс 5. Днем воздух прогреется до 17 градусов тепла. В Северодонецке ночью столбик термометра в городе покажет 3-5 градусов выше нуля. Днем плюс 15, плюс 17. В Луганске температура воздуха ночью 3-5 градусов со знаком «плюс». Днем ожидается потепление до 17 градусов. Мы всегда открыты для вас. Если вы стали очевидцем чего-то интересного, а готовы рассказать об этом с места событий или просто владеете актуальной информацией, звоните им. Телефон по ДИИ 050-328-8644. А самые свежие новости о жизни Луганщины узнавайте на нашем сайте LOD LG UA. Безмятежного вам вечера и интересного завтрашнего дня. Увидимся на телеканале LOD. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова